Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, что делать или о чем думать, когда она находит чувство, что все это происходит и все это я буду делать бессмысленно. Высокая тревожность, много сплю, не хочется просыпаться, постоянно усталость, хотя только проснулась. Пытаюсь отвлечь меня от гнидующих мыслей. Мне всего 20, лет 14 у меня не пропадает это чувство усталости и бессмысленности. В первую очередь здесь необходимо отследить момент, с которого все началось. То есть вот вы пишете, что у вас это началось с 14 лет. Соответственно, нужно в данном случае более подробно изучить, что происходило у вас в 14 лет, из-за чего такое чувство пропало. Вполне вероятно, что имеют место быть определенный кризис, вполне вероятно, что имеют место быть некие эмоции, некие чувства, которые вы, ну скажем так, не прожили. То есть тут в принципе ничего такого кардинального, сверх критичного нет. То есть у каждого из нас могут быть такие эмоции, такие чувства и каждый из нас может попасть довольно легко в такую ситуацию, в ситуацию, которую описываете вы, в этом нет ничего странного, в этом нет ничего аномального. Вот. Другой вопрос, другой вопрос заключается в том, как вы с этим в целом справляетесь. То есть другой вопрос заключается в том, как вы это пережили, поразили, может быть, вот такое ваше состояние, такое ваше переживание, некий вызов, если угодно, да, как вы с ним справились. Возможно, вы с ним не справились вообще, вот, то есть возможно, что вы его как-то подавили, да, вот, возможно, что вы его как-то вот пытались, да, проигнорировать, вот, у вас ничего не получилось. Именно, ну, именно проигнорировать не получилось, вы как бы в нем застряли и сейчас вас это разрушает, что вполне естественно и вполне нормально. Второй момент заключается в том, что могут быть физиологические основания. В принципе, мой коллега уже вам об этом сказал и здесь я просто повторю, что вы описываете некоторые симптомы депрессии. Вот, соответственно, депрессия является заболеванием, депрессия может быть вызвана как нарушением биохимии мозга, так и психогенными причинами. То есть психогенными, это причина вызвания психологических конфликтами, причина вызвания. Вот, дальше, по поводу бессмысленности, да, что такое, что такое бессмысленность, это обесценивание, Добальное обесценивание всего, что сколько-нибудь для вас значит. Происходит это, как правило, вследствие определенной боли. То есть у человека возникает боль, вот, у человека возникает некое сильное переживание, которое вытесняет все остальное. Может быть и другая история, может быть, что вам чем-то выгодно чувствовать бессмысленность того, что вы делаете. Тревожность, это угроза, вот, угроза, это постоянное ощущение угрозы. А телефон, это, в общем-то, то, что вы описываете, да, отличие от гнетущих мыслей. Вот, что это за мысли гнетущие, да. На мой взгляд, то, что вы их от них пишите, от мыслей, вот, в общем-то, не дает вам посмотреть на ситуацию, что, скажем так, панорамно. То есть, что вообще со мной происходит сейчас. Вот, что вообще я чувствую сейчас. Вот, этого, этого, ну вот, не доступно. К сожалению. Опять же, вас в этом смысле можно довольно легко понять, потому что, если это что-то болезненное, то вы это убежите, вот, боясь, что как-то вот вас это сметет, да, боясь, что как-то вас это еще больше разрушит. Вот, вы чувствуете себя в одиночестве, наверное, перед таким вызовом. И для этого, опять же, нужен психолог, чтобы помочь вам этот момент прожить, пройти и посмотреть, что за ним, за этим моментом находится. Именно так, что за ним, что за вот этими вот мыслями, которые вы описываете, из которых вы убежите. Ибо, как вы сами понимаете, от мыслей своих вы не убежите. От себя вы не убежите. Ну, невозможно это. Невозможно от себя, в данном случае, убежать. Вот. Я думаю, как-то так, значит, отвечая на ваш вопрос, что делать, да, лучше всего, лучше всего обратиться к психологу, так скажем, лично, да, на индивидуальную консультацию, вот, и все подробно разобраться. Вероятно, потребуется регулярная терапия, вероятно, может быть и нет, тут нужно смотреть, все зависит от природы вашего состояния. А что касается того, о чем думать, то, на мой взгляд, вы, находясь в своем текущем состоянии, не сможете думать о чем-то, помимо того, что вас волнует. Человек такое существо, что, если вы кто-то разобрали, она об этом думает, думает. И это, в общем и целом, правильно. Вы, ну, по сути, предлагаете отвлечь вас еще от того, что вас беспокоит. Ну, на мой взгляд, из отвлечения ничего хорошего не получится. Из отвлечения ничего хорошего не произойдет. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.